Сегодня мы знакомимся с Анахическим театром. Театр наш образовался год назад, год с небольшим, в октябре 2015 года. Собрались люди, которым было интересно сделать, осуществить какую-то постановку. Ну и в общем-то у меня есть опыт работы именно в самодеятельных театрах. Я очень люблю народные коллективы, непрофессиональные. И так и здесь у нас собрались кто-то, кто имеет отношение к театру, кто-то, кто не имеет никакого отношения к театру. Кому-то было интересно, кто-то всю жизнь мечтал. Пара профессионалов, то есть людей, которые профессионально занимаются театром. Мы собрались и решили для первой нашей постановки взять рассказы Шмуэля Вольфмана, которые трансформировали в пьесу, назвали ее «Подонорам». Пьеса объединяет три рассказа. И это было нашей премьерой в прошлом году на Хануку. Рассказывать или рассказывать пьесу – дело неблагодарное. И для того, чтобы вы могли все увидеть своими глазами, мы сейчас для вас этот спектакль сыграем. И вот колодец в поле. И большой камень закрывает этот колодец. Глубоко под землей прячется источник живой воды. Чтобы добраться до него, нужна недюжинная сила. Что это за секрет про колодец? Мы все люди тут небогатые. Спонсоров у нас таких, которые отстегивали бы, большие деньги нет. Мы хотели сделать колодец. Нам нужен был поролон. Кто-то выбросил диван. Мы его ночью вспороли. Вынули из него поролон. И буквально за один вечер выщипали вот эти камни. Вот, раскрасили их. Получился у нас вот такой замечательный колодец, который является центром нашей постановки. Не убрать вогиночку этот камень и не начерпать воду. Но когда собираются стада, приходят пастухи, отваливают камень, поят скотину и ставят камень на место. Отец, брат, там пришел сын моего дяди Авраама. Он проделал далекий путь и... Смотрите, что он мне дал. Папа! Лаван! Сжимуй! В нашем коллективе есть алимы, то есть новички, которые неделю в стране, месяц в стране, два года в стране. Вот такие. Есть ватяки. В основном, конечно, это алимы, алимовский коллектив такой. Люди разные. Театр позволяет интегрировать в израильское общество людей совершенно светских, которые знакомятся с культурой и традицией Израиля. Эта трансформация, она взаимная. Религиозные соблюдающие люди знакомятся с молодежью и их взглядами. Вот. Есть у нас ватяки, вот в том числе Шмуэль Вольфман, автор рассказов, по которым написана эта пьеса. Они нам тоже очень много помогают. Атара и Шмуэль помогают в нашей работе. Скажи-ка, умник, а имена наших сторожевых собак ты знаешь? Нет. Тогда слушай внимательно слова своего старшего брата и наставника Исава. А лучше запиши их на лучшем куске своего пергамента. И не забудь, кто является продолжателем нашей семейной традиции. Отец, если ты еще не устал, я бы хотел тебя спросить об одном месте из книги Ицера. Там, где написано, что есть 10 сфер, а не 9. 10, а не 11. Вот видите? То, о чем я говорю, его не интересует. А меня, да, касается, интересует. Есть планы на будущее. Есть много сложностей, потому что люди работают, люди учатся. Им не просто выделять время, выкраивать для занятий в театральной студии. А это все-таки регулярные репетиции нужны. Ну, это большие затраты наши, личные. Ну, все с энтузиазмом, любовью и удовольствием занимаются этим. Затраты, как и физические, физические, реальные? Затраты временные, затраты материальные. У нас есть фонд Керенклита, который поддерживает нас. Но все равно это огромное вложение. Мы сами делаем костюмы, мы сами делаем реквизит, приносим из дому. В общем, то, что у кого есть, из этого собирается спектакль. Мы его за интеллигента считаем, а он вокруг себя шайку воров-рецидивистов сколотил. Это правда, Яков? Подошел поближе. Слушаю. А он о Боге говорит. Мол, красть нехорошо, всем надо жить в мире и согласии. Это все потому, что твой отец не умеет воспитывать своих детей. Ну, ладно. Пойдем, племянник. Вы как художник руководитель театра. Ну, хотелось бы о вас еще узнать побольше. Обо мне побольше. Я многие годы в Чернигове, Украина, вела еврейский народный театр. Дело в том, что еврейский народный театр получил свое звание народное от Министерства культуры Украины. И в 2002 году он был первым, единственным еврейским народным коллективом в Украине. Как сейчас, я не знаю, я не слежу в настоящее время. Театр назывался Шпигл, что в переводе с языка идиш значит зеркало. И мы осуществили очень много постановок на тему еврейской истории, еврейских праздников и драматургию еврейских авторов, таких как Шалом Алейхи, Мойша Гершензон, Эфраим Севелла. По их произведениям мы ставили спектакли. Потом я три года работала в Москве в Институте изучения иудаизма. И там тоже сделала театральную студию еврейскую, которая называлась «Точка сборки». Последние четыре года я жила в Киеве и в Галицкой синагоге руководила еврейским театром. То есть, в общем-то, параллельно были у меня другие работы, но вот основной направленностью была все-таки работа с еврейским театром, с еврейской молодежью, и не только еврейской, украинской, русской, грузинской. Люди, которым была интересна еврейская культура, еврейские традиции. И они приходили, никогда мы не были закрыты. Мы всегда старались, принимали, обнимали и любили всех, кто к нам приходит. И, в общем-то, все эти люди отвечали нам тем же. И у нас очень много друзей в разных странах мира теперь. Наша программа делает огромную вещь в плане общины, в плане дать людям ощущение какого-то спины, какого-то плеча. Поэтому, да, надо поблагодарить всех тех, кто разрешил нам эту программу. Для межпохода ЮЦЕ ОЛИМ, для межпоход Валибней НОАР, для семей, которые приехали с Украины, и, соответственно, для нашей молодежи. Министерство абсорбции, естественно, это городское управление абсорбцией Рашута Клита. И мы не можем не поблагодарить общинный центр, наш МАТНАС, и ту сеть, к которой он относится. И финансирование общее. Но не было бы этого финансирования. У нас бы не было возможности нести свет в люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok